подожди нет всем привет мы рады приветствовать вас на нашем канале сегодня у нас финал турнира регби комментировать буду я моник нельзя мой напарник кирилл и картиночку нас показывает секунд привет да привет наичка привет зрители вновь у нас турнир регби это уже финал играть такие команды как или division потечки wings и будут бороться не за первое место в этом грандиознейшем и турнире регби по регби вот так можно представить на состав чеки лишь один игрок у нас из chicken wings видит обязательно представим хватит пожалуйста вводить спасибо да 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 сегодня финал это думаю что сегодня будет то есть серии пота . должно быть интересно потому что это как-никак финал и такие супер клёвые призы ты бы хотел поучаствовать в этом турнире кир ты участвовал за то мне я пожалел что я участвовал вот причина скажу потом очень там сделал у нас тут организатор restart наверно давай представим составчики начну я с или division там играет гард лэмпорт барнаул магистр губин в плейд и с а я вот представь пожалуйста чеки другую это просто ты боишься ник-небы не правильно сказать это ты как ваня ну ладно ну а за чеки винкс она сыграет саншайн марекас 4 единички интеллект black angel и сальватор в общем-то по сетапчиком я вижу стандарт гром рельса вулкан смока магнум это у чеки винкс а у или division ну абсолютно зеркальный сетап все тот же гард у нас на мамонта магнуме просил я просил точнее он чтобы я его похвалил но хвалить его не за что и вот так что пусть обломится да посмотрим сегодня игру ребята я так думаю что нам покажут очень достойную игру достойного финала будет интересно вот мне лично интересно и я очень хотела попасть на финал именно прокомментировать финал ребята две очень по мне сильные команды и я думаю они покажут класс да так рвалась покомментировать финал что же всю группу нашу побила за место просто-напросто во втором комментаторе не слушайте кирилла я очень добрая девушка это уже плюс настораживает поэтому ладно опустим этот момент остается у нас тут 40 секунд ребята потихонечку готовы ну да в принципе стандартная позиция по бокам за этими подъемчиками такой никого зачем можно можно даже было встать за вот этим вот подъемчиком вдвоем слева вдвоем справа вот и воровать отыгрывать поближе ну посмотрим как это определенная у ребят скорее всего тактика уже отработанная выработанная сейчас они уже начнут играть осталось у нас 10 секундочек и мы начнем пока есть время я хотел бы передать а привет городу барнаул очень просят у нас поэтому барнаул привет кстати у нас начало раунда присутствует ребята готовы верности непогиб IV это может быть вот хорошее альбатор эндегряр альбаторы игры по Beta — продоваживый кирилл окискeremi на взгляд ожидать prohibited internship organize м перебрасывание мячика направо-налево, в принципе, набивание овердрайва, как говорил Антон. Так что ждем мы зарубу именно на звездочках. Да, знаешь, мне тоже показалось странным. Интеллект просто поехал, собрал весь дроп, приехал на базу красных, забрал еще там аптечку и вот просто сбор дропа, знаешь, как сбор урожая, но я не знаю. Сбор дропа сравнится с сбором урожая. Ну, видимо, набивал овердрайв. Будут пытаться красный атаковать. Я так думаю, что как-нибудь покороче бы называть обе команды, потому что выговаривать как-то опасно. Ну, хорошо. Элита и чикины. Ну, все, элита и чикины. Курица и... Элитная курица. Так даже лучше звучит. Вот, в общем-то, кстати, есть овердрайв у нас у чикинов. Это Марейкос используется на четверых. Правда, убили Сальватора, не успел он получить дозу с овердрайва. Я также вижу, что элита использовала овердрайв этот Барнаул на всего лишь на троих игроков, да? Еще у Вэмпорда появляется, но всех добивает. Гарда остается на 0 хп. Ну, это доставка. Тут даже, в принципе, даже комментировать можно. Прекратить. Ну, 100%. Не-не-не, ну, подожди. Ну, еще здесь... Хотя... Ну, блин, это потому что у нас чикины допустили ошибку. Почему только что Black Angel не использовал овердрайв на двоих игроков? Даже сейчас почему не использовал овердрайв? То есть, это чистая доставка была, если бы был бы прожат овердрайв. Но почему-то они не решили этого сделать. Хоть они сейчас, да, получат дроп на всю команду, да? Нет, на четверых игров, но все же. Не могли доставить и прямо сейчас попробовать вести следующий мяч. Странное, на самом деле, действие я вижу от чикинов. Можно было как-то как-то получше сделать. Ну, да, ребята как-то вяло играют. Или, может быть, я так сначала распарила, что вот такая битва будет, да, вообще они тут такая заруба, потная катка, и сейчас такое вижу какой-то балет, ей-богу. Ребят, давайте... Балет, что ли, не любишь? Нет. Ты не занималась балетом? Ребят, покажите нам классную игру? Нет, конечно. Ну и ладно. В общем-то, продолжается у нас игра. Гард на фуле. Слева пытался Барноу что-то отыгрывать, как-то играть. Кстати, отличное попадание от Гарда по Саншайну. В свою очередь, тоже по нему настрелял. А как это так произошло? Ну, просто выкинул его вперед и про мяч. Сейчас будет атака со стороны из синих, но тут у нас красные вообще все без оверов. И вот это вот уже, наверное, будет, скорее всего, доставочка. Ну-ну-ну-ну, интеллект. Ну, давай. Да не, у него не получится. Взял там отлично. Здесь один овердрайв. От Лэмпорда на Барнауло еще избит. Нет, не избит, а Лесопа. Сальватору. Ну, ёзы, это этот овердрайв. Ну, что ты его копишь? У тебя, у твоих тиммейтов еще накопится. Через буквально минуту этот овердрайв вы спокойненько доставите. Сейчас Сальватор даст в том числе, заберет аптеку вовремя. А, нет, Марекас ее забрал. Сальватору просто обделил на эту зеленую коробочку. У меня интеллект едет уже с третьим мячиком. По сути, должна была быть третья доставка, но как-то у нас Чикины не собираются. Отыгрывать на полную, но это их проблема, если проиграют. Дальше что-то у нас 0-1. Ну, или 1-0, кому как удобнее. Все очень-очень-очень печально. Извини. Если так и есть, как нам написал наш наблюдатель, организатор, то я еще удивлен, как они до сих пор играют на карте. В принципе. Вот. Интеллект снова на доставке, кстати, мячик, сбивать рису по Лэмпорду. Ну, блин. Ну, вообще это вяло, вяло. Ребят, покажите суперигру. Суперигра на барабане, кстати, у... Нет, хотел сказать, у пятерых, но у четверых игроков Чикинов есть. Драйв Блэк Энджелиш остался без дрова подхвата, там мячик на Нитре будет ехать, скидывает его поближе. Интеллект уже приближается к воротам, получает рисунок. Есть тут Сальватор, отличный смок, он добивает, можно добить и Агни, добивает его тоже. Правда, настреливает Барнаул и вовремя доставляет там мячик. Ну и все. Это 2-0, это 10,5 минут до конца. И ребята на овердрайве, правда, по нулям хп, и... Элита, видимо, не собирается нас... собираться. Не собирается собираться. Да, Чикин у нас ведут, в принципе, у нас мяч появляется в игре. Первый раз я, наверное, так вижу, вот сколько я смотрела матч, или сколько комментировала, чтобы вот уже прошло столько времени, и еще 2-0. Ну, это как-то вообще очень слабо. Может быть, просто эта команда у нас сильная. Не, знаешь, если бы были команды сильные, то мы бы увидели напряженную игру, а игры я вообще не вижу. Он только по-человечески, элиты активировали это в вердрайве, будут пытаться атаковать. Ну, кстати, Гугенвилл плейт на подхвате мячика, в общем-то, пытался его доставить, но нет, не получилось. Больном он так же будет его подбирать, но и погинет, ну, естественно, и Агни тоже отправится на респаун. Тиммейты. Лэмпорт отличную позицию занял, отличный сквозной рельсой, сливает Блэк Энджел, дает рельсу по Морекосу, и выдает дамаг также по Сальватору, которого тоже добили. Ну и, блин, нужна атака, нужна очень хорошая атака у нас от элиты, потому что мячик ближе к синим воротам. Тут есть Агни, правда, используется, Невердрайв сделает свое, а именно вернут они мяч на красную половину, даже попытаются доставить, Сальватор это и делает, уже выдвигается по центру, но мне кажется, это была ошибка, можно было поехать где-то справа или слева, как-то обмануть своих противников. Но, предпочел поехать по центру, кстати, Лэмпорт и Гард на Невердрайве, можно дождаться еще двоих игроков, которые уже вот-вот приехали. Ой, хорошую снова рисуют Black Angel по троим игрокам коллектива элита. Ну, вы знаешь, сейчас будут Ацель, наверное, атаковать, в принципе, у Чикинов там нет вердрайв, вот есть у Сальватора один, но будет ли он активировал, активировал, получается, только себе, а мяч у них на базе, и в красном бы сейчас атаковать. У них нет овердрайва, у них нет овердрайва, хотя вот есть Гуген Вилл Плейт, который со звездочкой, нужно использовать хотя бы на троих, потому что сейчас добьют Гарда, добьют Лэмпорда, и, ну, Агни просто-напросто даже не торопится приехать, как, как, в принципе, я и сказал. То есть, вот эта вот жадность призв... призв... да? Да? Нет. Не-не, не в том плане. Я в плане доставки. Ну, в принципе, в этом плане тоже. Если что, меня поправил. Ну, кстати, вот Барноу на подхвате мячика вместе с Гудгейм Вилл Плейдом, надо пивать. Они Блэк Энджел, это еще и Респит Сальватор, которого тоже добьют. Нужно разобраться с Сэншайном, отличный Магнум прилетает с красной базы по Сэншайну, ну, и доставки тут тоже не быть, хотя нет. Гард снова помогает своим тиммейтам на Лэмпорду. Нужно бы добить сейчас еще Блэк Энджела, ну, и... Ну, вообще, я как-то расстроилась от этой, я не знаю, вот знаешь, какая-то вата получается, они играют тут как будто в воде, движению ребят плавные, не знаю, как будто какой-то конкурс танцев, просто смотрим и все, то есть нет активности, нет игры. Конкурс танцев каких-нибудь. И тут вальс танцуют. Ну, все возможно. Кстати, сейчас мы взяли этот мяч и будут доставлять и это еще один мяч и счет у нас 3-0. Вот, в принципе. Да, опять, полный минут 3-0 нас чикин, выигрывается что-то вообще непонятное творит. Кто его взял в команду? Награется нормально. Да, про юзеры ввердрайв синяя команда один и у них есть еще два и пытался интеллект доставить этот мяч, но не получилось. Тут есть еще твои игрока, там, я так понимаю, Black Angel, он тролли, да? Марк, я давай доставляй. Я тут не доставил. Black Angel, правда, тут есть нужно использовать овердрайв, все правильно он делает, но и доставляет. 4-0, 4,5 минуты остается на табло. Вот, 4 мяч можно доставить элите, но с их игрой, с тем, что он створит гард, использует соло овердрайв, встает на своей базе перед воротами, стреляет сам по себе, ну, это вряд ли. Вы знаешь, по ощущениям у меня, что команда играет просто не в полную силу. Вот, по ощущениям, вот, пальба с Magnum куда-то там в разные стороны непонятные, вот, по ощущениям, что это просто не в полную силу. Ребят, вам так не кажется? Кто-то смотрит трансляцию, расскажите. Ты будешь писать договорной матч, все подстроено. И, Сальватор у нас будет, наверное, доставлять еще один флаг, да, про юзеру, он аптечку, вернее, подобрал ее, и счет у нас уже 5-0, как песня Аргентины и Майка. 5-0. Слушай, если сейчас будет 6-0, то я очень сильно засомневаюсь и кое-что потом спрошу. Да, да, именно предсказывалось. Вот, 5-0, Сальватор играет на красной базе, но его быстренько убивает Агни на фулл-дропе вместе с Барнулом, который уже остается на 0 хп, также Лэмпорт. Гард, что-то непонятное это творит, у меня идея вообще кикнуть его отсюда, потому что, по сути, ну, ничего не делает. Слушай, если это так и будет, кстати, у нас заставочка, да. 6-0 на счет осталось менее, вернее, не менее, а ровно три минуточки до конца битвы и сейчас непонятное дело их вратарь красной команды, я даже не понимаю, чем он занимается на карте. Отличный вердрак, кстати, у ребят из элиты, использовали они на троих, мячик в центре лежит GoodGameWellPlayed на своем громе со звездочкой будет пытаться его подбирать, у него это получается, также тут Лэмпорт и, видимо, это близится доставка, да, это 6-1, немножечко наше предсказание, точнее, не наше, а тех, кто с нами сидит, не сбывается, так что, а, ну, да. О, организация, ну, кстати, 6-1, за 2 минуты, если они так, если они так играют, то они могут доставить, Барнул снова пытается ехать, у него это получается, скидывается мячик, но нет, Лэмпорт, кстати, Лэмпорт пытается, попадает Саншайн, но нет, Сальватор, вореме успеет добить, ой, будет пытаться брать Сальватор мяч, но не получилось, тут есть интеллект, но я так думаю, что эти полторы минуты мы проведем просто в перебрасывании мяча, в ловле, набивание овердрайва, ну, заканчивается, пытается на фуллдропе, заезжает на красную базу, сливает Лэмпорт, а даже вовремя не получает дамаг, это доставочка 7-1, ну, ё-моё, что происходит? Да, сейчас у нас 1-7, и, в принципе, команду можно поздравлять с победой в этом раунде, и будет ещё один, ну, и посмотрим, как там ребята затащат или нет. Интеллект у нас будет брать мяч и пытаться вот по прямой он утащит, и если ему никто не помешает, то это будет ещё одна доставочка, и, наверное, да, это будет счёт 8-7, с осталось 30 секунд до конца этого раунда, и, чикины, в принципе, победили, посмотрим, будет ли таким же активным второй раунд, в чём я, конечно, уверена, что он будет, в принципе, по динамике такой же, как и первый. Ну, так, кстати, с игрой элиты, как они пишут, я очень удивлён, что они вышли из группы, и в итоге вышли в финал, они там получат свои вроде 700 тысяч кристаллов, там какие-то 15... А, лям кристаллов за второе место, да ладно. Ты серьёзно, лям кристаллов? Это каждому, или на клан? Чё? Да вот мы скоро миллион первому месту накинем за ДМ битву, вот это да. Сколько там, миллион кристаллов? 25, да, золотых, и сколько-то там контейнеров. Что там? Ну, тоже, в принципе, а, без контейнеров? Чё, за второе место без контейнеров, что ли? Да ладно. Агни, можешь, в принципе, взять рикошет, если ты хочешь, но сотникова тут нету, в принципе, и на карте его нету. Да, у ребят сейчас есть некоторое время на подготовочку, но к чему подготавливаться, к проигрышу или к победе, уже решат сами. Ребята пообещали нам показать мастер-класс, ребят, поэтому не только я, они только все, кто смотрит, слоем на слое, вот я сейчас прям читала дословно чат, то ребята нам сейчас покажут просто супер-игру, посмотрим, не соврали ли они нам. Это что, элита, что ли, покажет супер? Ну, я так думаю, что, да, элита сейчас вообще затащит, говорят, ребят, мы крутые, мы сейчас затащим. Это был сарказм. Тебя? На дно, что ли? Это да. Ну, блин, с их игрой на, точнее, во время первого раунда, то, что они там творили. Вот, сколько же я не могу в эфире сказать нужного, а так хочется. Меня поймут те, кто тут сидят. Розыгрыш, ребят, будет после трансляции, ссылка на таблицу розыгрыша появится чуть-чуть попозже. Мы обязательно разыграем промо-кодики, поэтому имейте в виду, чем больше зрителей, которые нас смотрят, тем больше призов. Поэтому, пока у вас есть время, а именно 10 секунд, ставим лайки, ставим палец вверх на нашу трансляцию, комментируем, спрашиваем, общаемся, мы обязательно что-нибудь расскажем и покажем интересное. И у нас начали ребята, появился у нас пулемет, кстати. Да, алког пулемет. У них же вроде было, нет? Я как-то до этого или не заметила у них пулемета, или как-то я отвлеклась, что тут все крушалось с такой неактивной игрой. Ну, в общем-то, да, 14-30 за табло. Мячик у нас пока лежит на середине поля, никто его не собирается забирать, он лежит за билбордом. Ребят, если вы не видите, может, в следующий раз мы как-то будем обозначать, например, чтобы вы видели, где мяч, и все-таки начали играть, и перетаскивать его на базу противника. Ой, в общем-то, ждем овердрайва, который будет через минуту, я уже даже наизусть запомнил, когда эти звездочки появляются. Именно тогда у нас будет опасная и потная игра. Это такая потная, потная она на сколько? На время действия овердрайва или пока никого-нибудь не уничтожит? Я не думаю, не говори так. потнейшая. Ну, Агни везет, везет против интеллекта. его тут добьют, хотя первую добивать. Интеллект скидка была под Барнаула. Кто-то сказал скидала под Барнаулом? Скидка под Барнаула. Ага, что там под Барнаулом? В общем, наши организаторы решили пообсуждать свой первый круг, где-то выключить игра. А вот. Мячик на синий базинг. Соло там Интерект едет, будет пытаться скидка. Гард на фуле, правда, нет, попадаются, сливают, еще и сам погибается. Нужно выкинуть мячик подальше, это и делает. Лембард скидывает направо, правда, там есть Сальватор, к этому нужно использовать овердрайв. И скидка есть, пацаны, под кого же, под Блэк Энжелл, это будет доставка, там, гард помог дотолкать. Ну и доставочка, это у нас 1-0. Молодцы. Ну, знаешь, вот, больше не молодцы, мне кажется, вот, мяч лежал у них на базе, почему не взять, не выкинуть его с самого начала, только потом игрок подъехал и забрал его и скинул туда. Ну, как-то это бредово и смотрится, это так палевно. Такое чувство, что ребята просто решили слит и все. Ой, почти что. Счет у нас 1-0, да, у нас мяч лежит прямо-таки, и это еще одна доставочка, интеллект его все-таки дотащил эти пару миллиметриков и счет у нас 2-0. У нас осталось 11 минут, 35 секунд. И да, ребят, так себе мастер-класс, ничего особого нам не показываете. Наверное, если бы мы сейчас с Кириллом играли и комментировали, то бы лучше сыграю. Да, интеллект едет, будет доставлять. Да? Нет, не будет доставлять. Нет, не успевает доставить. Сальватор пода на подхвате, это будет доставка 3-0. Блин, я тебе скажу даже больше. Я ожидала большего. Игра в групповом этапе Light Summer была сто раз динамичнее, чем финал регби. Это, может быть, невозможно, я в чем-то ошибаюсь, конечно. Я никак не осуждаю турнир, я никак не осуждаю организаторов, просто я говорю то, что я вижу. Я не могу понять, либо я чего-то не понимаю, либо это динамичная игра. Лэмберт, ведет на доставку. Понимаешь, мне кажется, тут не зависит от вот именно турнира, там еще, что организация, нет, это прежде всего зависит от самих команд. Понимаешь, есть какие-то устоявшиеся конкурсы, турниры, которые вот уже давно, там из года в год, да, а есть турнир вот такой новый, как рэйби, и может быть для ребят что-то это новое, они как-то расслаблены, я так думаю, что если будут проводить следующие, то и правила будут пожестче, но так, по сути дела, как мы их правилам заставим там играть, вот играйте, играйте, ну вот если не видно актива, какие-то ребята не собраны, разобраны, и я так думаю, что тут не зависит от организации, а зависит от самих ребят, есть ли у них желание играть. Что-то у нас 3.1, форма на розыгрыш ребят в чате, заполняйте ее, заполняйте очень внимательно, читайте, открывайте свои подписки, чтобы при проверке мы нашли там у вас подписочку к свой канал. Розыгрыш начнется прямо-таки после окончания 9 минут. Я так думаю, что 3 раунда точно не будут, не будет, чикины у нас выиграют и в этом раунде, я так думаю. Альфатору пытался доставить мячик, не получилось у него это сделать, заканчиво также погиб, правда я вижу Лэмпорда, на афоле вместе с Агнием, вместе с Гуд Геймплейдом будут Велплейд, вот, они будут пытаться ехать на доставочку, погибает, благополучно, Лэмпорт, скидывая мячик, ну и Агнием, видимо, вторым темпом уйдет на респ, хотя возможно заставит, тут есть шанс на доставочку, почему бы и нет, там Гуд Геймплейд, кстати, на страйкере, переоделся он на эту пушку, скидывает мячик, Велплейд не подбирает его, ну и овердрайв от командочки Минкс, да, все верно, сейчас будет пробовать доставлять еще один флажок, флажок, господи, опять этот флаг, давайте, ребят, сделайте мне замечание, Надя в который раз назвала мяч флагом, мяч у нас лежит, можно сказать, на базе осенней команды, никто не стремится его взять, выбросить, перебросить, ну лежит и лежит, никому не нужный, здесь, кстати, у Вердаев, у Лэмпорта, у Гарда и у Витганфлэйда использовали звездочку, на своей базе, Лэмпорт на подхвате мячика, пытается ехать прям по центру, ничего не боится, вот его и наказали за это, по попе, вот, так, не пытался подходить, но его тоже добили, Гуганфлэйда тоже добили, но вот, я бы не брал бы на его месте, страйкер, ненужная вещь, не нужная вещь, альватор пытается ехать, кстати, будет заставлять мячик на 0, хп, вот это доставочка, ого, хлопаем в ладоши, к слову, это 4-1, 5 минут остается, не показываются, отличная игра у нас, это дивизион, да, нет, 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 у нас мастер-класса, которые нам обещали, сейчас ребята, мы там покажем, активировали обе команды, овердрайвы, сейчас у нас, возможно, будет хотя бы на пару секунд, какая-то заруба, и все, и мяч лежит синий, как-то даже боятся, что ли, может он какой-нибудь мяч проклятый, я не знаю, почему они его не берут, как завелась-то, не, ну на самом деле, ты заметил, что вода не даже и не пытается его брать, этот мяч, ну вон, Лэмпорт забрал мячик, ой, Лэмпорт забрал мячик, и тут же выбросил, да, да, вердрайв у нас у Чикинов, на подхвате Black Angel, будет вместе с интеллектом на пару, ехать там еще и Сарватор, чуть ближе, также Морекас наука не настреливает по огня, отлично сливают они тандемом, смог в итоге, Black Angel пытается достать мяч, тут есть Барнаул, Барнаул делать цепо, она блокирует, но Black Angel 1 решила добивать, это доставочка 5-1, ну все, в принципе, да, 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 но даже если они, нет, в принципе, ребята, конечно, могут затащить, получается разница в тыре мяча, это если в минуту по одному мячу, то еще нужен шестой, правильно, в принципе, они смогут затащить, но я так думаю, они к этому даже не стремятся, у нас осталось менее 5,5 минут, и получается, что ребят совсем мало времени, чтобы сравнять счет, хотя бы сравнять счет, да, слушай, с их игрой, с тем, что гард делает, вряд ли не сравняют, я имею ввиду про гарда, за что он ничего не делает, так извинка просто начинает стрелять, ну, заставили они хоть один мяч, это 5-2, 5 минут остается, летит следующий Барнаул, готов уже взять его, Агни там, уже стреляет по респам, вместе с геймвелплейдом, отлично, они на пару сливают с Лэмпардом, противника, в итоге Барнаул везет уже, сливают также Сальваторе, это доставочка третьего мячика, 5-3, сокращают они отрыв до двух, этих яичек, не кисель, как там спорят, а яичко, вот, следующий мячик, уже готов упасть, но нет овердрайвов, есть овердрайв у Чикинов, но нет овердрайвов у команды, как же на виде вижу, да, ребята, сейчас, доставлять еще один мячик, но не училась, там сгорел, сгорел пулемет, вот, из наблюдателей, у нас пишет, видимо, проблемы с этим делом, если уж так, подняли эту тему, кого же это может быть, даже не знаю, отлично, гард попадает по интеллекту, тут не подхватывает мяч, вот так, он лежит сейчас справа, дожидается своего игрока, а им будет, видимо, нет, не собираться на туда ехать, видимо, вообще этот мячик никому не нужен, пусть лежит там, он взорвется, и будет падать снова, ой, вот эта вот жадность, мне не нравится, Sunshine добил, двоих, да, двоих игроков убил, Black Angel, стрел еще одного, да, все верно, мяч никому не нужен, в принципе, сейчас, команда синих активировала овердрайв, компания из трех игроков, но почему-то, опять все проезжают мимо мяча, сейчас будет мяч, брать интеллект, у него есть овердрайв, и в принципе, если ты сейчас его активируешь, у тебя есть все шансы доставить, и скорее всего, это будет доставочка, да, счет у нас 6-3, осталось у нас 3 минуточки, ровно, да, нужно притащить 3 мячика, у нас элите, но элита, не та элита, плохая она элита, вот, и, танцев все меньше и меньше, становится у них, без овердрайва, в то время, как, Морекас уже едет, не успевает использовать, сальватор, овердрайв, но, Морекас до последнего, пытается, ввести этот мяч, Блэканжилл на подхвате, это доставка, еще Дмитрий Рисапа, Лэмпорда, это 7-3 счет, Чикина вырывается, снова вперед. Ну, в принципе, мне кажется, Чикинах можно уже поздравлять победой, потому что у нас осталось 2 минуты, до конца, и 4 мяча они точно не принесут. Ну, это правильно, да, это тебе не киберспорт. Ну, интеллект снова на подхвате, Морекас во время разбирается с Лэмпордом, будет разбираться также с Геймбелплейдом, и, видимо, с Агни, да, именно по этим игрокам, он работал, сальватор на подхвате, не успевает убить его Барнаул, сальватор снова доставляет мячик, на ноль хп, это 8-3, 2 минутки у нас остается, эх, напоминаю, ребят, что я так понимаю, у нас ссылка на таблицу розыгрыша, присутствует в чате, можете заполнить, вот, и вот буквально через полторы минутки мы уже разыграем промо-коды для вас, так что ждите. Интеллект пытается вести, но нет. у нас, менее полутора минут до конца, и счет у нас 8-3, и Ничикины у нас ведут, определенно в этих двух раундах, молодцы ребята, затащили, я их поздравляю. Ну, я все, что нужно сделал, там, пару скринов, предоставляют у нас, Чикина, еще один мячик, это 9-3, доставят ли 10-ый, остается на 40 секунд, на похвате, Лэмпорт, есть там овердайв на Саншайна, Морекас пытается настреливать, но он без какого-либо дропа, по нему прилетается, партия просто-напросто ракет, откуда Кемилл Плейда, но как-то не торопится у нас, элита доставлять, видимо, все-таки, что-то останется, 9-3, ну, ничего, тоже нормально, тоже круто. Молодцы, молодцы, ребята во втором раунде, разыгрались, и аж 9-3, и счет у нас, в принципе, все ожидаемо, да, можно уже поздравлять, ребят, с первым местом, с золотом. Ну, да, ребята красавчики, молодцы, очень жаркий бой был, интересный, вот, перейдем мы к розыгрышу промокодов,